Снег давно сошел, погода позволяет вести дорожные работы, многие автомобилисты уже поменяли резину на летнюю, и только уланудэнские дорожники и чиновники мэрии до конца апреля пребывают в зимней спячке. Торги не проведены, текущий ремонт не делается. И вот, наконец, дождались. Сонный медведь вылез из берлоги, зевнул, потянулся и выдал нам план на 2015 год. Новых дорог не будет, будет только ремонт. При этом освоят на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Медведь после зимы голодный. Итак, посчитаем. Самый дорогой асфальт получается на участке от улицы Маховая до 502 километра. Здесь городские власти отремонтируют более 2 километров дороги. Но какой ценой? Каждый километр обойдется в более чем 30 миллионов рублей. И при этом речь не идет о капитальном ремонте. Дорожники лишь уберут старый слой асфальта и положат новый. К тому же гарантию на новое полотно дают лишь на 5 лет. Почти 40 миллионов рублей потратят на улицы Пугачева и Гармаева. Здесь обещают реконструировать почти 3 километра дороги. Многомиллионный ремонт ждет и участки по проспекту автомобилистов, улицы Лебедевой, Боевой и Хоринской. На остальных проблемных зонах проведут только ямочный ремонт. Будет ли праздник на вашей улице, можно узнать по телефону 45 1100. Впрочем, переделывать будут не только дороги, но и тротуары. Почти 13 миллионов рублей потратят на ремонт тротуаров по улице Гастелло и Гагарина. Причем, на последний отремонтируют лишь небольшой участок. От остановки баня до гостиницы Адон. По-видимому, за пределами этого отрезка городские власти считают тротуар идеальным. А ведь самые непроходимые места начинаются здесь, когда идешь в сторону юбилейного. Гагарина вся, он стоит. Заплатка, 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 заплатка. Новые поколитивные сделали дорогу два года назад перед выборами. Рапортовали все, кричали ура. За два года никто не почистил. Там ни тротуаров уже не видно, ни скорой дороги не будет видно. Людям неудобно ходить. Ямы везде, выбаны, как ритта. А ведь сколько еще таких разбитых временем тротуаров у Лан-Удэ. Видимо, о тех, кто по ним ходит, чиновники думают в последнюю очередь. Напрямую это касается и людей с ограниченными возможностями. Станет ли им легче передвигаться по городу, если на создание безбарьерной среды в этом году потратят всего полтора миллиона рублей. То есть в три с лишним раза меньше, чем получает на руки мэр Лан-Удэ Александр Голков. Между тем, сумму, равную годовому доходу городоначальника, а именно 5 миллионов рублей, потратят на установку дорожных знаков. Еще 11 на разметку. Миллионы рублей идут и по другим статьям расходов. Похоже, в администрации думают, что только такими огромными деньгами можно обеспечить безопасность на дорогах. Хотят чиновники как лучше. Главное, чтобы не получилось, как всегда. Светлана Семиренко, Сандема Болотова, Алексей Ионов, Алдар Домбаев. Первая альтернативная.